Здравствуйте, дорогие мои друзья. Беда с Вольфовичем, Владимиром, так сказать, Вольфовичем Жириновским, совсем беда, друзья мои. Как бы по-простецки сказать, что тихо шифером шурша крыша едет не спеша. В его случае она едет не не спеша, а едет очень быстро. Как говорится, совсем закуковала у нее одна такая замечательная кукушка. Закуковала в голове. Или, может быть, дятел начал там свою работу, чтобы избавить его от неких паразитов, которые проели ему разум. А может быть, просто он хитрый старый лис, который изображает из себя несколько такого неадекватного, как уже бывало не раз. Чтобы потом, когда все начнет рушиться, выскочить, быстренько переобуть свои, так сказать, тапки на другие. Прямо в воздухе, несмотря на почетный возраст. И, значит, сказать, типа, друзья, я ни при чем, я всегда знал, что это мерзавцы, им надо вклеить. Ну, друзья мои, значит, Вальдемар. За последнее время он все время, по каждому поводу, он свой нос старый, везде сует. Женщина, там, беда произошла, утонула. Он об этом сказал, там, обо всем. То есть, он в курсе всех новостей и всегда все комментирует. Ну, друзья, в принципе, как и я. Да, тоже у меня, может быть, не все в порядке. Ну, во-первых, как обычно, он, как говорится, немножко вытер своим замечательным, так сказать, каким замечательным, вонючим языком вытер попу Вальдемару, нашему, так сказать, императору. Он действительно сказал, что пора в России ввести самодержавие. А должность императора переименовать Путина, сделать его почетным, то есть, не почетным, а императором. Прекратить все эти выборы, чтобы было у нас самодержавие, Россия стала империей, а Путин стал императором. Замечательно. То есть, как на это реагировать? Наверное, Путин сидит там себе, думает, ну, давай, давай, Вольфыч. Видимо, финансирование хочешь. С одной стороны, как говорится, такой старый подлиза. Ну, тут же он делает другое заявление, знаете. Не это более... Если то еще можно объяснить, сказать, что да, там, старый шутер. Шут как бы подлизывается к такому же старому господину П.Ж., именуя его императором. Но, значит, русских уничтожает собачья мафия. И он уже предлагал, значит, как бы уничтожать собак. И тут, значит, он выступил с разоблачением, что в России действует скрытая собачья мафия. По теме бродячих собак действительно актуально, что сейчас происходят вот эти нападения. Вдруг, да, вот вдруг. То, как бы этого не было, а тут прямо по всей России. Как будто специально это происходит. Как будто вот это все организовано. Хотя, да, трагические события действительно ужасают. Обвиняют собак. Как бы собак предлагают бродячих начать, ну, уничтожать. Или, как они говорят, усыплять. Ну, значит, высказался категорично. В России действует собачья мафия. Преследующая уничтожение народа. Потому что еще и по телевидению рекламируют. Там собачий корм и все дела. Это тоже часть собачьей мафии, которая мечтает, как бы, захватить власть в России. То есть, друзья мои, уже такие заявления вполне можно вызвать санитаров и сказать. Да. Помните, мультик был, кстати, американский какой-то. Когда там действительно был, как бы, всемирный собачий заговор. Но собаки помогали в этом случае. Они, как бы, что-то через унитазы переговаривались. Там воевали с котами. Что-то вот какой-то мультик. Не помню, был американский. Там все время собаки, как бы, через унитаз у них там какая-то радиоустановка. И вот они там переговаривались. Не помню. Смотрел несколько серий и очень удивился. Но там собаки помогали против всемирного какого-то заговора. Был, так сказать, такие сопротивления. Значит, Жириновский подозревает, что собаки, ну, замышляют уничтожить человечество. Что же он? Есть деньги, кормите их до смерти. Детей забудьте. Инвалидов, ветеранов, пенсионеров, закричал он с трибуны. Эти деньги бросьте на собачий корм. На лечебнице, на ванны, парикмахерские. Уже и все есть для собачек. Показывайте, какие хорошие собачки. По мнению Жириновского, надо изменить подход к этим, к бродячим собакам. Отлов, стерилизация, чипирование не работают, как меры профилактики. И, значит, предлагают их уничтожать. Ну, друзья мои, то есть старый клоун, которого, ну, самого бы не мешает, как говорится, и чипировать, и стерилизовать. Хотя это все равно бесполезно. Но, помните, друзья мои, вроде бы как, да, косит. Косит, как говорили, знаете, в армии, говорят, косит от срока. Да что я невменяемый? Всю дорогу я что-то там бурозил, ответственности ни на что не несу. Там этого императора он назвал, собачью мафию назвал, что там бульдоги и мопсы там замышляют свержение режима. То есть, друзья мои, вполне, вполне просто косит. Но, учтите, еще помните, он еще недавно говорил, что он сделал, как говорится, семь. Уже седьмую эту, седьмой укольчик пошел. И уже замахивается на восьмой. Поэтому тоже как бы мы почешем свою макушку и скажем, косит, косит. Может, действительно у него уже там как бы какие-то паразиты и дятел их там выдалбливает. Смешно, друзья мои. Мы вот понимаем уровень. Это председатель крупной фракции в Госдуме. Он говорит такие вещи. То есть, много умных, грамотных людей не пустили вообще на эти выборы. А там сидят старый гриб Миронов, который изображает там деятельность. Ну, коммунист Женейновский, который тоже, наверное, с мягенькой бумажкой стоит возле сортира. У Путина там, чтобы чего изволите, этим полотенчиком его смазать. Что изволите, господин император там, коленопреклонный. Ну, и вот этот вот Женейновский, который уже договорился до того, что действительно просто чистая шизофрения. Ну, если не притворяется. Все, друзья мои, пока.